В эфире студия Репортер. Меня зовут Валерия Володина. Здравствуйте. В этом году Одесса впервые присоединилась к международной акции в поддержку недоношенных детей. Какую помощь в нашем городе оказывают детям, рожденным преждевременно, нам расскажет главный внештатный городской педиатр Анна Лунева. Здравствуйте. Итак, уже девятый год весь мир отмечает международный день недоношенных детей. Одесса поддержала эту акцию. Чья это была инициатива и в чем, собственно, она заключалась? Эта инициатива исходила как от медицинских работников, так и от общественной организации родителей недоношенных детей, которая называется «Ранние пташки». Это очень благородная акция. Она и, с одной стороны, информационная, сказать миру о том, что есть такие дети и что им надо уделять внимание. А с другой стороны, это и результат работы медиков, которые выхаживают этих детей, которые оказывают им помощь. И не только медикаментозную, а и психологическую для родителей этих детей. Потому что появление в семье недоношенного ребенка – это всегда, как правило, неожиданность. Потому что есть понятие «сорока недель беременности», и все рассчитывают на то, что беременность будет протекать именно так и закончиться родами на сороковой неделе. Но бывают ситуации, когда дети появляются раньше срока. Это начиная с 22-24 недель до 37 недель беременности. Это и есть тот период, когда рождаются недоношенные дети. И в зависимости от того, как сложилась ситуация и какой степени незрелости и недоношенности ребенок, в общем-то отсюда и возникают разные ситуации, проблемы. И от этого зависит весь объем медицинской помощи, которой будет нуждаться этот ребенок. Расскажите еще непосредственно об этой фиолетовой подсветке. Фиолетовая подсветка, она, в принципе, появилась с 2009 года. В 2011 это уже было в Европе. С 2015 в Украине. И вот в этом году к этой акции в Украине присоединилась и Одесса. Фиолетовый цвет, это он, в принципе, и знаменует то, что это недоношенный ребенок. И эта подсветка значимых архитектурных сооружений в мире, в 200 стран мира, отмечает этот день именно такой вот акцией, когда архитектурные сооружения, которые имеют статус памятников, архитектуры, они подсвечиваются фиолетовым цветом для того, чтобы сказали, вот в этот день, этот день посвящен недоношенным детям. И в Одессе подсветили оперный театр. И в Одессе подсветили оперный театр. Это было включено 22 прожектора. К большому сожалению, может, не совсем фиолетовый такой, совсем появился этот цвет. Но я могу сказать вам, что важно, что мы начали. А уже какой интенсивности фиолетовый цвет, мы посмотрим и постараемся на следующий год, чтобы это мероприятие было более значимое, более визуально было это видно, потому что... Привлекло к себе еще больше внимания. Да, еще больше внимания, потому что, к большому сожалению, не все фонари могли светиться фиолетовым цветом. Некоторые из них вообще не меняются, а некоторые меняются, но не совсем фиолетовый цвет. Ну, в общем-то, вот так вот было в этом году. Но все равно в 6 часов вечера мы все собрались возле оперного театра и, в общем-то, видели этот сине-фиолетовый цвет 22 фонарей оперного театра. А вот какие детки считаются недоношенными? Это только от срока зависит или от веса еще? Это взаимосвязано, потому что доношенный новорожденный ребенок, это тот ребенок, который рождается от 37 недели беременности до 40. 41-42, это уже переношенные дети. И масса 2,5 и выше. Они могут и... Среднее, так сказать, это 3-3,5 килограмма, но разные дети бывают. Бывают и по 4, и по 5. Мы же, в принципе, это... Какой он вырос внутриутробно. Недоношенный ребенок, это по обозначению Всемирной организации здравоохранения, это ребенок, который родился, начиная с 22 недель беременности, Имеет массу 500 грамм и длина 25 сантиметров. То есть этот ребенок уже считается ребенком. И, конечно, есть 4 степени недоношенности. Первая, это, конечно, 37 недель и масса тела до 2,5 килограмм. Потом меньше, меньше, меньше. И самая маленькая, это четвертая степень. И уже масса тела меньше килограмм. Это дети называются дети с критически низкой массой тела. И, как правило, по данным нашим статистике Одесской области и города Одесса, таких детей в год появляется где-то 50, 56, 58. Каждый год разное количество детей. В прошлом году до килограмма у нас было 50 детей. А какие особенности ухода за такими детками? Какой период времени необходим для того, чтобы привести... Уход ребенка недоношенного, он, в общем-то, зависит от степени недоношенности. Если это первая степень недоношенности, то он, в принципе, требует внимания, заботы мамы. Он особо таких вот каких-то лечебных мероприятий или выхаживания в кювезе он не требует. То есть в силу каких-то... Во-первых, почему рождаются недоношенные дети? Недоношенные дети, конечно, появляются на свет либо от состояния здоровья матери, как она себя чувствует, как она носила эту беременность, состояние ее здоровья, какие заболевания у нее есть и как они смогли привести к тому, что она родила недоношенного ребенка. Есть еще социальные условия. Это условия жизни, условия работы, стрессовые ситуации. Вы все знаете, что сейчас идут военные действия все-таки у нас. И если есть какая-то угрожающая ситуация у женщин, которые переехали из этих областей Украины к нам, тоже может привести к тому, что ребенок появится недоношенный. То есть целый комплекс таких условий, которые приводят к тому, что ребенок появляется на свет раньше срока. И особо важное значение имеет то, что необходимо людям и молодым мамам, которые носят своего ребенка внутриутробно, уже беременные, а еще важнее до того, как они планируют эту беременность, до того, как они будут ощущать себя беременным, ощущать себя будущими мамами, объяснить, насколько важна и психологическая обстановка в семье, и важны условия труда, где она работает, условия жизни, и состояние ее здоровья, и состояние здоровья отца этого ребенка. И учитывая все это, необходимо все-таки спланировать и сделать так, чтобы вот этих стрессовых ситуаций, социальных, было максимально мало для того, чтобы ребенок спокойно закончил беременность со своей мамой и спокойно родился доношенным новорожденным. А какую помощь городские власти оказывают таким деткам? У нас, конечно, для того, чтобы выходить таких детей, чтобы оказать максимальные условия для недоношенных детей, существует целый ряд медицинских учреждений. Во-первых, это областной перинатальный центр, где собираются самые сложные случаи, куда концентрируются женщины высокого перинатального риска по перинатальным потерям, а летальный исход недоношенных детей – это тоже входит в перинатальные потери. И городские роддома, где есть реанимации, где есть реанимационные палаты, для того, чтобы новорожденный недоношенный ребенок сразу же после рождения попал в условия максимально комфортные для него. Это, конечно, тепло, это влажность, то есть это инкубаторы, кювезы так называемые, это увлажненный кислород, это кроватки с подогревом и, конечно, медикаментозная терапия. Медикаментозная терапия, ее объем зависит, конечно, от степени недоношенности ребенка. Если ребенок глубоко недоношенный, то с учетом того, что легкие, можно сказать таким словом, не раскрываются при рождении, и необходимо помочь этому ребенку созревать эти легкие, им вводятся специальные медикаментозные препараты, сурфактанты. Ну вот в этом году городом был закуплен Курасурф. Это очень хороший препарат, который позволяет глубоко недоношенным детям выходить без потери, без заболеваний органов дыхания, уже, так сказать, подрастать и вырастать здоровым ребенком. Это очень дорогостоящий препарат. Одна доза его стоит в среднем 13 тысяч гривен по сегодняшнему курсу. Ну и если ребенок совсем маленький, то ему идет одна доза, но если он уже весит больше килограмма, то ему необходимо ввести две дозы такого препарата. Такие дети помещаются в кювезы. Собственно говоря, им делается режим комфорта такой же, как они должны себя ощущать, как внутриутробно, как в животе у мамы, у своей. И поэтому там темно, там тепло и там влажно. И, конечно, состояние покоя, поменьше звуковых раздражителей, поменьше шума для того, чтобы этот ребенок вырастал, скажем так, в таких вот условиях. А в дальнейшем вообще детки эти должны долго оставаться под наблюдением? Такие дети после выписки из стационара, они, конечно, берутся на учет детскими поликлиниками, как группа риска. И таких детей наблюдает несколько специалистов. Почему? Потому что системы и органы у недоношенных детей созревают уже, так сказать, когда ребенок родился. Если легкие у здорового новорожденного уже созрели, если уже у него созрела сердечно-сосудистая система, то глаза, то здесь у нас все проходит позже. Поэтому недоношенных деток обязательно осматривает окулист, потому что у них может развиться такое заболевание, как ретинопатия недоношенного ребенка. И для коррекции и наблюдения, для того, чтобы избежать осложнений, они обязательно осматриваются окулистом. Их наблюдает невролог, потому что, собственно говоря, нервная система этого ребенка тоже созревает позже. Их наблюдает кардиолог. Обязательно проводят УЗИ, для того, чтобы посмотреть, как у нас созревает сердечко, нет ли там порока, закрыты ли там овальные окна, которые могут быть у недоношенного ребенка еще функционировать. Обязательно наблюдение педиатра. То есть такие дети – это дети диспансерной группы. Они дети, которые нуждаются в повышенном внимании со стороны участковой педиатрической службы и специалистов. Все-таки нужно сказать, что среди деток, которые рождаются раньше времени, очень много талантливых людей. Конечно, поэтому говорить о том, что это дети особенные, это дети просто, как мы называем их, торопышки, или на украинском языке поспешайки. Они поспешили родиться в этот мир, и им все приходится наверстывать, уже будучи не внутриутробно, а здесь, во внешнем мире. Поэтому они догоняют своих доношенных детей. И в зависимости от того, какие условия, как себя чувствует ребенок, как он организован это все в семье, он и догоняет своих сверстников. Некоторые, в зависимости от степени недоношенности и состояния ребенка, это может быть до трех месяцев, до полгода, до года, когда этот ребенок начинает выполнять те функции, которые ему положены по возрасту, немножко позже. Ему просто надо дать время, дать время созреть этой функции, которую он будет выполнять. Еще могу сказать, что если они рождаются и хорошо развиваются, и хорошо кушают, а здесь надо сказать о том, что вот в этом случае мамино молоко, грудное молоко, это, в общем-то, золотой стандарт, и оно должно быть у этого недоношенного ребенка постоянно, потому что он получает все то, что не успел получить. И аминокислоты, и витамины, и гормоны от мамы. Они быстро вес набирают. И потом, если они родились раньше времени, и они по росту меньше, а вес они хорошо набирают, они такие вот действительно оторопышки, они такие становятся кругленькие, пушистенькие, похоже на мишек. Ну вот славные, славные дети. И, конечно, в этой ситуации я хочу упомянуть, что да, очень много известных людей во всем мире, они родились недоношенно, но тем не менее, это позволило им быть известными и уникальными. Это Леонардо да Винчи, Кант, это премьер-министр Англии, Черчилль, уникальный вообще человек. Ну и, конечно, Наполеон, Бонапарт и Эйнштейн. Спасибо вам большое за то, что пришли к нам в студию. Я напоминаю, что у нас в гостях был внештатный городской педиатр Анна Лунева. Меня зовут Валерия Володина. Берегите себя, оставайтесь репортером. Продолжение следует...